Здарова, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в Ваншот. Нику, я вернулся. Хей, Мазл. Добро пожаловать обратно. Ну, ребята, мы пойдём. И куда это ведёт? Хей! Что такое? Я увидела, как ты шла во двор. Есть такое. Так что я подумала, что не нужно оставлять тебя одну. Я тоже. Как это мило, боже. У них своё одинокое дерево. Бельишко сушится. Зинь-зинь. Это мяч. Это моё. Хотя он не отскакивает так сильно, как раньше. А что здесь? Тупик. И вы, ребята, уже здесь. Похоже, он куда-то ведёт. Да, в священные земли. С тех пор, как мы были там, прошло много времени. У нас нет способа добраться туда сейчас. Помнишь? Нет лодки. И никто из нас не умеет плавать. И... Что такое священные земли? Там похоронены наши люди. Иногда мы идём туда. Навестить маму. Ну, точнее, её могилу. Ох. Стоп. Как вы добирались туда? Я думал, вы сказали, что у вас нет лодки. О! Наш друг помогал нам. У него есть машина, которая позволяет ему летать. Иногда он берёт нас с собой. Но, как я собирался сказать, мы не видели его в последнее время. Интересно, когда он вернётся? Хотела бы я снова увидеть маму. Эх. Давай, Алула. Пойдём обратно во двор. Ладно. А как же мы? Как-то отсюда и уходить не хочется. Но нужно. Привет тебе тоже. О, я вижу, что твои руки теперь свободны. Не хотела ли бы ты помочь пасти моих баранов? Обещаю. У тебя будет отличное вознаграждение. Ух. Давайте. Прекрасно. На юге есть полуостров. С моими баранами. Они все стоят в неудачных местах. Тебе нужно переместить их на тёмный мох. Если ты застряла, позвони в колокол, и они все вернутся на свои исходные позиции. Удачи. Это здесь. Вниз. Тебя доводим сюда. Вниз. Это место обходим. Направо. Ты идёшь налево. Направо. И вверх. Молодец. Ты предоставила отличные услуги для всех баранов. В обмен. Возьми эту баранью шерсть. Ох. Ух. Спасибо. Хоть что-то. Хе-хе-хе-хе. Маленькая радость. Самое время забрать лампочку. Она исчезла. Свет пропал. Мазал. Ты знаешь, что случилось? Нет. Ты правда? Но. Но. Ах. Что мне делать? Свет. Возвращается. Оно. Снова зажглось? Уф. Она исчезла. Ох. На земле что-то лежит. Оно похоже на... Семечко. От кукурузы. Она, должно быть, оставила его после себя. Жалко её. Вы нашли что-то. Чем можно писать? И где же найти ручку? Деревню мы осмотрели. Где же мы ещё не были? Пёрышко. Длинная тонкая пёрышко. Со светящимися краями. Я не продам это, Мазал. Ты не продашь что? Что это? Перо? Угу. Постой. О боже. Это не просто перо. Это перо от покойного пророка. Возможно, один из самых священных предметов, которые существуют. Как в этом мире ты овладела этим? Подожди. Думаю в том, что у тебя есть одно такое. Есть какой-то смысл. Знаешь, будучи спасителем и всё такое. Ум. Окей. Лампочка. Мазал. Нет. Но я пытался. Странный дневник. Подожди. Торговать этим? Не хочешь ли ты сначала узнать, что в ней написано, Мазал? Что это? Книжка? Ух. Не думаю, что я хотел бы брать книги. Ведь я не умею читать. Безграмотная сволочь. Янтарь. Не думаю, что это стоит продавать. Мазал. О, хей. У тебя есть такой медальон? Я уже откопал парочку таких. О, да, есть паренёк, который обменял бы лучшие вещи на них. Да ты гонишь. Как однажды он принёс мне эту маленькую машину, которая играет музыку. Я не знаю, как она называется, но ты должна это исправить. Музыкальная шкатулка? Именно. Я бы хотел, чтобы этот паренёк скоро вернулся. Я не видел его уже целую вечность. Я хочу больше торговаться с ним, чем с нами. Ну ты и псина. Это семя, которое осталось от Мэйз. Семя, оставленное девушкой растением. О, ну что если это типа её ребёнок? Я не могу просто взять и отдать чего-то ребёнка. В том числе и не птицы. Хей. Какой обидчивый. Пробирка с водой. Что насчёт этой стеклянной пробирки, заполненной водой, которую я получила от робота? Вы любите стекло? Люблю ли я? Любите ли вы? Я обожаю стекло. Так сильно. Так сильно, что у меня слишком много стекла. И недостаточно других вещей. Мне нужно избавиться от некоторых старых бутылок и флаконов, чтобы освободить место для новых вещей. Вот почему я в первую очередь начал здесь торговлю. Ну, думаю, тогда это вам не подойдёт. Птичья морда. Шерсть. Думаю, у меня есть что-то, что я хотела бы продать. Вы возьмёте шерсть? Да? Что я получу взамен? Шерсть, да? Тогда я дам тебе этот... Прекрасный флакон. На самом деле, я не уверен, что это такое. Какой-то краситель. Хм. Что насчёт этого, Мазл? Давайте скажем, эх. Постой, Мазл. Ты хочешь торговаться? Серьёзно? Ладно. Мазл сказал, что ему нужно лучшее предложение. Святые дымы. На секунду забыл, что я занимался торговлей с богом. Окей, окей. В таком случае, я также предложу эту коллекционную футболку. Ух. Давайте. Заниматься бизнесом. Одно удовольствие. Вот же барыга. Я пасла баранов, и всё, что я получила, была эта глупая футболка. Хе-хе-хе-хе-хе. Давайте её продадим. Я не верну это. Пастух дал мне это недавно. Но действительно, пасует ли он мне? А? Футболки не созданы специально для людей с крыльями. Маленький флакон тёмно-синей жидкости для покраски шерсти. И пёрышко. Точно. Мы можем использовать перо как ручку. Я видела это однажды в книге с картинками. Ручка-перо. Мы готовы. Мазл. Я слишком устала, чтобы идти прямо сейчас. Пожалуйста. Дай мне где-нибудь немного отдохнуть. Я помню, как я видела комнату на западе. Похоже, это может быть хорошим местом для отдыха. На западе? И где же это место? Где же поспать? А, прямо сюда? Господи. Я уже оббежался два раза. Я немножко устала. Ничего, если я немного посплю. Спокойной ночи. И снова красивый сон. О чём ты думаешь? Думаю о хорошем времени. Мазл. У меня был ещё один сон. Мы видели. Ты и этот видел? Конечно. Я была на большом поле, как в моём последнем сне. И я увидела свою деревню. Но затем я проснулась. Эх. Ах. Я не думаю, что в этом мире есть что-то подобное. Вроде больших пшеничных полей. Единственные большие растения, которые я видела здесь, это рощи странных деревьев. И эти шарики мха, плавающие в воде. Подожди. Мох вообще является растением? Да я сам не знаю. Скажи. А ты видел пшеничные поля до этого, Мазл? Да. Ах. Они очень красивые, правда? То, что вокруг моей деревни, простирается на многие километры. Растения действительно высокие. Иногда я даже ничего не могу сквозь них разглядеть. Когда дует ветер, он может создавать волны на них. Это как океан. Еды. Какой еды? Ой, подожди. Но еда есть и в обычных океанах. Как рыба или крабы. На самом деле, я до сих пор никогда не была у настоящего океана. Я тоже. Ооо. Думаю, это у нас общее, Мазл. Но ты ведь теперь видишь океан? По крайней мере, в этом мире. Я раньше их видела только по телевизору. Я никогда не думала, что смогу покататься на лодке через один такой. В воде дома нет таких светящихся штук, как здесь. Ах. Но я думаю, это потому, что мир уже настолько тёмный. Знаешь, раньше я боялась темноты, Мазл. Немного трудно представить это сейчас, проведя здесь так много времени. Но недавно я даже не могла заснуть без лампы. Хорошо, что ты справилась с этим. И правда. Иначе бы я здесь долго не продержалась. Опять же, я носила с собой солнце. Так что это не так уж и плохо. И ещё я вообще не испытываю страха, когда ты направляешь меня. Так что спасибо тебе за это. Пожалуйста. В любом случае, думаю, нам стоит идти, Мазл. Ну, пойдёмте. Ручка перо? Я нашла ручку. Что-то вроде неё. Хорошо. Пожалуйста. Напишите сюда своё имя. Удачи. От души. Заходим. Какая большая лесенка. Неплохо здесь. Аномалия. Что за... Нику, бежим. Ещё одна. Да вы прикалываетесь. И ещё. Какое огромное место. Не провалиться бы. Ещё робот. Ах, солнце. Здравствуй, мессия. Добро пожаловать в пристанище. Ну, спасибо. Ты понимаешь, что ты должна делать здесь? Я должна идти в башню, верно? Я уже вижу башню. Поэтому думаю, что я уже близко. Где вход? На поверхности. Поверхности? Посмотри вниз, малыш. Сам ты малыш. О, мы довольно высоко. Думаю, мне нужно спуститься. По множеству ступенек. Или найти лифт. Верно. Однако башня. Священное место. Найти вход будет просто. Но этого будет недостаточно. Что вы имеете в виду? Как только ты попадёшь на поверхность, я рекомендую посетить библиотеку, чтобы узнать больше. Верно. Спасибо. Тогда можешь идти. Я желаю тебе удачи. А налево нельзя. Боюсь, что это место не позволено посещать тебе. Только носителю священного зерна позволен доступ в сад. Больно хотелось. Пока на этом всё. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!